добрый день друзья с вами доф сегодня у меня вторая zeta xperia размером чуть больше 1 у меня первая zeta уже поменял дисплейный модуль на ней вот видите да чуть побольше побольше экран имеет соответственно вот на второй из эти на сегодняшний день это последняя за это будем менять тачскрин точнее дисплейный модуль видите никак не реагирует выключить его наверное не получится вытаскивать выдергивать батарею и так менять будем дисплейный модуль я уже сказал так он выглядит мы меняем за 130 евро то есть он очень похож на дисплейный модуль zeta 1 только немного побольше вот проклеивать телефон не будем не будем водонепроницаемой пленкой точнее двусторонним скотчем такой вот комплект это мы закупали на другую zeta все решается с подачи клиента если он хочет то есть мы заказываем отдельно вот такой вот якобы якобы водонепроницаемый скотч и уже проклеиваем полностью телефон клиент данной zeta не захотел вот поэтому многие клиенты кстати не требует этого этого не знаю боятся сувать воду или не верят тому что он водонепроницаемый поэтому мы поэтому zeta водонепроницаемый мы проклеиваем бычим скотчем таким скотчем которым я проклеил в прошлом видео было множество вопросов по водонепроницаемости ставили пальцы вниз из-за этого то есть я хочу сказать что это от нас не зависит здесь уже командует клиент если вы хочет сделать подешевле то есть замена данного дисплейного модуля будет стоить ему 130 евро там допустим с такой водонепроницаемой пленкой уже на 20 евро дороже все просто заказывайте такую пленку она заклеена с одной стороны не клейкой бумагой с другой стороны защитным пластиком просто снимаете наклеивайте сверху уже говорится 3 саму конструкцию сложного ничего нету поэтому решать клиенту и так давайте разберем телефон включаю фен ставлю температуру ставлю 200 градусов не забывайте что здесь у вас не стекло крышка экспириазеты пластиковая поэтому слишком сильно не нагревайте она может сжаться ну и при снятии также старайтесь не сгибать ее сильно потому что она может лопнуть прогреваем периметр середину тоже потому что в середине находится такой достаточно большой скотч середина данной крышки она довольно сильно приклеена к батарейке я снимаю такой лопаткой острый с торца главное соблюдать температурный режим здесь не перегреть ну если вы не догреете то соответственно результата не будет пластик про который он говорил точнее скотч двусторонний вот он сняли сняли аккуратно крышку будьте аккуратны не повредите обшивку батареи чтобы не дай бог туда попал воздух будут проблемы вот так отсоединяем батарею других вариантов отключения телефона я пока не вижу сняли сняли батарею соединяем коаксиальный кабель вот откручиваем нижний антенна модуль довольно сильно прикрученный здесь у нас находится микрофон аккуратно с микрофоном Сняю микрофон. Не хочет открушиться. Достаем антенну модуль. Здесь у нас такая металлическая планка. Её, наверное, нужно снять. Соединили будьте аккуратны. Здесь у нас находятся четыре разъёма. Посмотрите, от основного шлейфа на микрофон, основной на дисплей, на динамик, на громкоговоритель и на виброзвонок. Поэтому аккуратно с этими шлейфами очень тонкие. Снимаем защитный пластик. Разъём тачскрина. Подсоединяем основной шлейф от разъёма дисплея. Мы их освободили. Далее снимаем сам дисплей. Ставлю 350 градусов. Очень похожая конструкция на предыдущую модель данного бренда. Зату первую. Нагреваем достаточно сильно. Потому что двусторонний скотч, на который посажен дисплейный модуль очень крепкий. Тот самый водонепроницаемый. Опять же, для снятия я использую такую наточенную лопатку. Очень удобно поддевать, когда зазоры очень маленькие, очень узкие. Соединяем. Снимаем старый скотч. Он уже не годится. И так, сняли дисплей. У меня в руках. Очень похож на предыдущий. Давайте проклеим теперь. Так, проклеивать будем, как я уже сказал, обычным скотчем. Не раз мы проклеивали водонепроницаемым скотчем. Вот таким, который я вам показывал. Честно говоря, я не очень им верю. Потому что оригинальные телефоны нам приносили мокрые. Много раз. И Xperia Z, и Xperia Z1. Надеяться на этот якобы оригинальный двухсторонний скотч, который я вам показал, я бы не стал. Если уж оригинальный телефон протекает, да, бывают случаи. Наклеенный скотч, как бы хорошо вы его не наклеили, заводская опечатка оригинального скотча и сборка в любом случае будет лучше, чем ту, которую сделаете вы. Поэтому, не знаю, что вам сказать. Стоит, не стоит. Если вы поищите, можете найти комплекты на eBay. Я видел комплекты уже дисплейные модуля с комплектом водонепроницаемого скотча. Вот еще даже инструменты там прилагаются для снятия и установки дисплейного модуля. Что, в принципе, все, решать все нужно с клиентом. Чего он хочет. На что вы ему дадите гарантию, на что не дадите. Допустим, мы никогда не даем гарантию на водонепроницаемые телефоны, которые мы открываем. Невыгодно выходит. Тем не менее, мы не теряем от этого клиентов. Таким вот образом проклеиваю по периметру. Скотч очень крепкий. Очень удобно его клеить, устанавливать. Смотря на то, что он тонкий. Давайте удалим пыль. Судим вот здесь, с периметра. Всегда забивается грязь. Вот эта моя клеечка. лучше снять клиенты обычно боятся когда написано мада инчина на запчастях никому не объяснить что все на самом деле делается штампуется в китае даже сами телефоны собираются там на это никто не обращает внимание ну когда поставишь запчасть на которой написано сделано в китае начинает торговаться высказывать недовольство установили антенны модуль давайте закрутим двумя болтами честно говоря экран дисплея не проверял собираю на ваших глазах потому что очень короткий у z1 и z2 как вы видите да очень короткий разъем и чтобы проверить дисплейный модуль приходится делать то что я сейчас сделал то есть нет такой возможности подключить напрямую и проверить как простой у самой перья самой первой xperia не знаю почему поставили эту прижимную планку сюда что она здесь прижимает и для чего все это все что я не пилы и по всему разъем верхнего динамика ставим зарею включаем разъем включаем телефон Экран работает. Загружается телефон. Сейчас проверим тач. Закручиваем болты. Крышка. Тоже, смотрите, один раз её сняли и уже клейка из данной крышки уже совершенно не та. То есть, говорить о том, что вода сюда не попадёт, глупо. Надеяться бы на то, что она держаться будет. Ну, вроде нормально. Если вернут, то проклеим крышку. Хотя, сомневаюсь, что вернут. Вот такая замена, друзья, дисплейного модуля без гарантии на герметичность, как я уже сказал. Включаем телефон. Тач работает. В принципе, всё, что я хотел вам показать. Довольно хорошее качество дисплейного модуля, я вам скажу. Проклеенное. Прекрасная чувствительность. Ну, в принципе, один в один с оригинальным. Повторюсь, замена данного... Вообще, сам дисплейный модуль этот стоит 110 евро. Мы ставим за 130, то есть, 20 евро за установку. И ещё дополнительно 20 евро мы берём вот за такое, как я вам уже показал. И повторюсь, потому что очень много вопросов было, нареканий, там и писали. 20 евро ставим дополнительно за вот такие вот водонепроницаемые двусторонний скотч. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал, забывайте вопросы. Всем удачного дня, до свидания.